Ладно, запись пошла. Еще раз для записи. Всем еще раз привет. Меня зовут Дмитрий Чернов, основатель дизайн-школы VDI. Работаем мы с 2014 года, с января. Сейчас буду оценивать итоговые работы студентов, будущих выпускников. Без дня как 25 потока интенсива. 25 поток уже у нас заканчивается. 26 вот уже начался интенсив. Это 10-недельная программа обучения в веб-дизайне, программа интенсивная, школа VDI про интенсивные программы обучения. И мы еще развиваем профессиональное сообщество дизайнеров, в которое можно попасть и в котором вы будете чувствовать себя уютно, комфортно. Не как в среде конкурентов, а как в среде людей, которые вас реально поддерживают и заинтересованы в вашем росте. Вот. То есть школа VDI – это интенсивная программа обучения и профессиональное сообщество. Ну что. Вчера я оценивал работы первой группы, точнее первой половины группы. Закончил я оценкой работ Павла Чудовского. Так. Михаил Филиппов, я вижу, у нас тут закачал работы. Мне главное его бы не пропустить. Ну ладно, начну с него тогда. У нас же Михаил Филиппов есть. Короче, вот у нас на протяжении всего курса для новеньких, да, рассказываю. Ребята выполняли задания, результаты заносили вот в эту таблицу. Таблица. В таблице работает геймификация, автоматический подсчет баллов в зависимости от того, что вы делали. Вот. И создает таким образом дополнительную мотивацию. Есть уровни, знаете, как в… как называется эти игры, так, господи, RPG что ли. Я помню, я уже давно играл в Диабло или в Героев Меча и Магии. И вот там, короче, ты получаешь опыт и растешь, у тебя прибавляется, открываются новые уровни. Здесь точно так же. В общем, прикольно. По итогам, у ребят 5 работ должно оказаться в портфолио. Вот оценки я уже проставлял, оцениваю работы по… Что тут, 7-бальная система, да? Так, 5 с плюсом, 5, 5 с минусом, 4 с плюсом, 4, 4 с минусом, 3 с плюсом, 3. 3 с минусом можно не ставить. Вот. Короче, про критерии оценки еще раз, да? Это и для тех, кого я буду разбирать, что происходит в моей голове, когда я быстро, ну или как достаточно быстро выдаю оценки. Вот. Первое. Я смотрю на качество визуала. Ну, то есть, нет ли каких-то тупейших косяков в изображениях, как то размытости, всякие разные пиксели. Нет ли грязных теней, нет ли несогласованности в цветах, слабого контраста и так далее. Это вещи такие априорные, априорные для дизайнера, которых быть не должно. Ну, то есть, здесь должно быть все качественно. Это раз. Второе. Второй пласт критериев. Насколько все ровно сверстано или логично сверстано, да? Здесь три критерия. Первое. Насколько человек умеет выстроить композицию, чтобы поймать внимание пользователя. Второе. Умеет ли человек ввести внимание пользователя. Дальше не путается ли человек, ну, не путается ли пользователь, да? Умеет ли... И третье. Это умеет ли дизайнер дальше ускорять восприятие пользователя. Это про группировку, про написание текстов, ну, и так далее. Ну, ладно. В общем, этот пласт критериев про композицию версток, наверное, больше. По типографике, по редактуре отдельно. Это еще два критерия, которые я смотрю. И отдельный такой четвертый пласт критериев – это критерий по визуальной коммуникации. Насколько человек корректно передал эмоции и ассоциации, ну, в общем, если говорить, смыслы по теме, да? Потому что иногда смотришь работу, иногда тебе кажется, что цвета подходят и сильно выражают эмоции. Иногда тебе кажется, что не сильно, иногда вообще кажется, что нихрена не отражают основной смысл дизайн макета. Ну, проекта, в смысле, или темы. Вот, что у меня происходит в голове. Значит, и постараюсь побыстрее, наверное, оценивать. Так, Михаил из Питера. Михаил из Питера, закачай, пожалуйста, работы в виде документов. А я поехал смотреть тогда после Павла Чудовского. Вот Дарья Набатчикова. Так, о, курсач, да, я видел его. Отлично. Забыл сказать, кстати, что по результатам оценок в конце вебинара я сразу скажу, кто у нас попадает в наше закрытое профессиональное сообщество, это мастер-группа и в закрытую биржу с заказами. Так, и что? Ага, это итоговая версия. Что-то как-то... А, поменялось, да? Больше стало вот это вот изображение. Значит, кольцо у нас зашло за. Здесь ты ничего такого не сделала. И все равно осталась дыра композиционная. А, вижу, ты тут раскидала на фоне буквы, но все равно дыра есть. Так, дырка в композиции. Плюс еще вот здесь вот, да, вот эти вот отступы между... А и Р, Р и Т. Это тоже дыры. Вот, прямоугольник держится нормально до фестиваля. Семь дней, двадцать три, бла-бла, окей, понятно. Вот. Что там у нас дальше-то? Ну, ладно. В общем, вот это вот все поразваливалось, да, потому что здесь отступы больше, чем отступ до заголовка. Заголовка, потом... Вот эти три столбца тоже отвалились друг от друга. Можно же было дать больше места, да, вот под эти столбцы прям. И так, чтобы вот эта композиция выглядела более цельно. Можно было. Потом... Хедлайнер. Здесь... Обрати внимание на количество кеглей, которые ты используешь, да. Я вчера про это много говорил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже шесть, да. Потом... Семь. А, это восьмой, да. Восемь. Должно быть пять максимум в дизайна макетии. Вот еще какие-то новые появились. Это тоже минус. Потом площадки. Нормально. Кураторы. Есть у меня подозрение, что слишком мелкий текст. Я тебе говорил про это. Вот. Окей, билеты на открытие. Тут тоже кегли все разные. Вот. Это... Ну, ладно, по центру разместил. Хорошо. Так. Ну, что, 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 что. Это четверка с плюсом. Дарья на Батчикова. Уверенная, в целом, хорошая работа. Но обрати внимание, пожалуйста. На кегли унифицируй и на верстку. С отступами порешай. Да что такое, не могу найти, блин. Вот. Курсовая. Четыре с плюсом. Ну-ка. Здесь тоже четыре с плюсом. Ну, как я говорил, нафига не поменялось. Поехали дальше. Мебель на заказ. Маленький отступ, большой отступ, отвалилось. Потом шапка нормально. Все здесь. Контраст слабый. Плохо. Композиция более-менее нормальная. Только вот эта вот часть центром съехала вниз. Вот это вот чуть-чуть наверх. И нужно как-то вот эту вот горизонтальную линию сбалансировать. И еще у тебя здесь, ну, нету контрастных таких точек. Короче, вот они начинаются вот здесь вот. С, ну, короче, с использования вот этого коричневого. Вот здесь, да, вот этот вот желтый. Это на фоне белого, понимаете, он слабый. Такой лимонный цвет, он вызывает ощущение неуверенности, слабости. Вот. Блеклости. Это косяк по визуалу. Да. Потом. Смотри, как круто, да, например, контрастные черные ножки. Да, вот здесь какого-то ты делаешь не контрастную, а плаху, которую вообще совершенно не видно. Вот. Поработай, пожалуйста, с контрастом. Здесь плаха должна быть контрастной, здесь контрастная. Еще вопрос. Почему не по центру? Это тоже косяк. Потом вот здесь. Ну, то, что внутри более-менее нормально, фактоиды разваливаются. Это плохо, потому что они далеко друг от друга, ближе вот сюда вот. Да, получается, что у нас вот эта вот часть объединилась, 15 отвалилась, 3 отвалилась. Потом дальше. Вот то, что ты вот эти разделители делаешь, это хорошо, да, такие плавные. Они создают мягкость. Они вот в рифму вот этих линий. Вот. В рифму мягкости, но ты делаешь их криво. Используй, пожалуйста, эти дуги, окружности и все. Больше ничего не надо тут делать. Начинающий дизайнер вот в такие формы часто втыкается, потому что начинают делать узлы. Ну, короче, у вас тут узлы должны получаться строго с горизонтальными направляющими. И желательно с одинаковыми. Вот. А иначе у вас получаются такие бугры непонятные. Потом здесь. Ну, уже здесь началось лучше. Здесь уже появился какой-то хайлайт. Но вопрос, какого черта коричневый? Почему? Что это создает? Центр еще нужно выдержать. По кеглям. Да вроде нормально все. Вот. Здесь тоже, видишь, у тебя акцентов нету никаких особо. Вот. Поэтому получилось слабо. Здесь акценты появились уже лучше. Херово выглядит коричневый. Коричневый, коричневый цвет. Надписей. Вот. Потому что, ну, я бы не сказал, что такой слабый прям контраст. Но черный смотрится графичнее. Вообще, я рекомендую начинающим дизайнерам черный использовать в типографике на светлом фоне, либо белый на темном фоне. Вот. Тогда будет меньше возможности накосячить. Потом вы будете просто выбирать, каким образом, ну, какой цвет делать. Если вы делаете цвет для всей типографики на сайте какой-то один или, ну, в смысле, не черный, не белый, или добавляете еще какой-нибудь цвет, тогда у вас этот макет выглядит, становится странно. Странно из-за того, что контраст слабее, да? Вот. Как-то так. Короче, в целом работа неплохая. Но есть новичковские косяки, которые я себе пачкой отметил. Работа улучшить совершенно несложно. Пока что это четверка с плюсом. Поехали дальше. Так. Так. Это у нас главная каталог и карточка. Вот. Значит, дизайн онлайн шоп. Дизайн онлайн шоп. Ну, ладно, фиг с ним. Смотри, дизайн онлайн у тебя объединилась, да? Потому что отступ здесь меньше. Здесь отступ больше, шоп отвалился. Как будто он просто не к этой фразе относится. Вот. Те же, тот же самый косяк у тебя уже в третьей работе, да, ползет. Композиция, да, в принципе, логично, адекватно. Здесь держится вот этот край. Здесь угол держится хорошо. Здесь в стилистике все вот эти вот элементы интерфейса, да? Потом по композиции прикольное решение. То, что ты сделал вот этот вот круг здесь. Тем самым ты как бы расширила область, которую занимает вот эта вот девушка. Да? И больше фокуса внимания на нее. Круг-то концентричная фигура, и у нее внимание всегда на центр. Дальше. Вот этот вот геометрический город... Геометрический... Ой, фу-ты. Современная антиква, да, вот эта вот. Она очень хорошо подходит к теме. Ну, где-то, можно сказать, конечно, что это банально, но я бы сказал, что это классика, классическое решение. В принципе, подходит. Вот эти вот дотс, это тоже круто. Здесь кегли, кегли, кегли. Кегли. По кеглям, посмотри, скидка 20% в подарок. Это самая важная, полезная часть вот этого смысла, поэтому делаешь его в заголовке. Вот мы, вы впервые в нашем магазине. Это можно сделать как описание, типа, когда ты объясняешь, кому ты даешь скидку 20%, да, и сделай, пожалуйста, контраст. У тебя должен быть заголовок здесь, да, как заголовок блока. Кегли должны быть одинаковые у заголовков, а потом у тебя идет наборный. Наборный у тебя вот здесь вот, кегль. Вот. Потом вот это все тут тоже ништяк. Значит, здесь смотрится классно. Избранная, есть корзина, есть ценники, понятны, врезки, прикольные фотки, ништяк. Менюха удобная, размеры спасибо, да, ценники тоже ништяк. Здесь, да, цельно смотрится, отступы одинаковые. Вот здесь, да, все в целом прикольно. Да, ценник правильно сделан. Короче, работа огонь. Это, ну, за маленьким исключением, это, это пятерка. Вот. Ну, единственное, я вот к акции здесь прикопался. Вот к этим кеглям. Поэтому за это будет минус. Пять с минусом. Допилить до пятерки совершенно несложно. Работа огонь. Хорошая. Поехали дальше. Так, увеличиваем. Что у нас? iOS. iOS. Что, почему такой длинный? Непонятно. Ну, да ладно, пока что фиг с ним. Регистрация. Цвет, да. Цвет, цвет, цвет. Слабый контраст. У тебя здесь второстепенные надписи, типа логин и пароль, они получаются первичны. Да. А вот это вот как бы вторично и пропадает. Да. Это не айс, конечно. Здесь. Ну, в принципе, нормально. Но вот эти иконки, видишь, они не согласованы, не выровнены по верхнему краю. Вот здесь тоже. Почему бай у тебя въехала вот ближе к этому краю? Непонятно. Эти теги маленькие, пальцем тыкать неудобно будет стопудово. Потом вот здесь. Ну, более-менее нормально. Место так грамотно, в принципе, распредено. Только вот здесь я бы сделал отступ побольше. Да, вот здесь. Потому что, чтобы у нас нижняя строка не отваливалась. Здесь нормально, отлепить нужно вот эту вот надпись, да? Дальше вот здесь вот мелко. Ну, короче, за вот первые два экрана четверка с плюсом. Так. Четверка с плюсом. И что у нас еще осталось? Android. Так, здесь чутка аккуратнее. Ладно, так с полу смотреть, да? Здесь понятно, My Home, сервис для поиска жилья. Чуть надо ниже этого делать. E-mail, телефон, пароль, забыли, пароль, пароль. Подвинутый на один пиксель, по-моему, вверх. Ну, ладно, не критично войти, окей. Снять посуточно, купить. Ладно, пусть так сбросить. Ну, неудобно для пальца, вот неудобно вот это вот тыкать. Да, это, конечно, минус. Но в данном случае, с учетом всего остального визуала, не сильно большое. А вот это большой минус, да? То есть ты сделал здесь большой отступ, а здесь вообще у тебя маленький отступ. Когда вы выключку делаете по левому краю, по правому краю нужно оставлять больше пространства, чем слева. Да, это прикольная тема. Классное интерфейс, классное сценарное, я бы сказал, решение. Интерфейсное решение тоже классное здесь. Ну, в принципе, все понятно. Все понятно, вопросов нет. В общем, за вот это вот я сниму балл, сниму балл. Получается 4 с плюсом. Ну что, хочу сказать, что это неплохой результат. Подтянуть совершенно несложно. Результат буду озвучивать после. Скорее всего, по предыдущей группе вы уже понимаете, чего ждать. Вот, Даша, я тебя поздравляю с окончанием курса. Хорошо поработала. Поехали дальше. Так, что там за вопросы? Сколько стоит участие? На данный момент 48 900 рублей. Окупается эта история в течение месяца-двух. Ну, у кого как, на самом деле. Я знаю ребят, у которых разом в два окупилось. Более за месяц я знаю ребят, у которых ни черта не окупилось. Вот, поэтому тут зависит от вашей личной работы. Так, хочу задать вопрос выпускникам. До прихода в школу вы умели ли отношения к дизайну какой-нибудь? Если да, то на сколько прокачались? На сколько прокачались? Так, очень прокачалось. Практически опыта в дизайне не было до этого. Так. Энтерам-пам-пам. Спасибо, ребят, что поделились опытом. Ага. Окей. Едем дальше. Что-то интересное. Но кривенько сверстывая. Так, кто у нас Андрей? Какая игра? Так, здесь. Слишком много места, да, вот здесь. Слева, но это не так критично. Здесь мало места, чуть-нибудь надо больше. Вот это прикольное решение. Вот это решение. Ну, маловато места для пальчика. Вот это тоже маловато места для пальчика. Вот. Поехали дальше. Здесь, короче, верхняя часть норм. Вот эта вот часть хреново сверстана. Слишком маленький интерлинияж. Вот эта часть, да, нормальная, понятная, вся по сетке сделана здорово. Кстати, когда вы используете сетку, у вас получается, работа лучше воспринимается. Вот эту вот шляпу поправь. Пока не поправишь, будет четверка с плюсом, потому что это грубый косяк. Так. С интерлинияжем. Какие-то игра. Так, iOS. Поехали дальше. Курсач. Да, и кафе, ну, по-моему, вот эта работа. Коворотное пространство, коллективная работа, челябинская. Трам-пам-пам. Вот камештяк, в чем предлагаем. Да, тут все круто. А, ты, получается, внес, убрал. Единственное, что вот этот отступ, да, надо было сделать больше. Потому что у тебя сейчас, получается, заголовок туда улетел, вверх. Потом вот эти все пункты маленечко подразвалились. Ну, по крайней мере, они развалились на два стапца, поэтому это косячок. Дальше. Вот здесь вот тоже самый совершенно косяк. У тебя отвалились друг от друга вот эти вот плахи с тарифами. Потом нафига ты выравниваешь кнопку здесь по центру, если у тебя все выравнивано по левому краю. Вот, ладно, косяки есть они, тем не менее, несущественные. Здесь нормально организовано. С интерлинжером проблем нет, этот блок кайфовый. Вот, да, да, что это про экологичность, про какую-то современность, чистоту, про общительность. Окей, в принципе, пойдет. Опять с минусом. Работа. Так, минус сказал уже за что это, за группировку. Поехали смотреть интернет-магазин. Нельзя несколько одежды лучших молодежных брендов. Типа M и G. Ну ладно, принимается только шрифт отстой. Как бы не о гротеск. Надо еще поискать нормальный. Здесь он слишком сжатый. Вот. Ну это не то, что прям сильно косяк. Но вот с интерлинжером косяк. Интернет-магазин у тебя объединился с верхней строкой, потому что вот эта бирка, да, близко стоит в первой строке. А еще ты ногу обрезал. Нельзя так. А еще у тебя вот эта вот часть сильнее получилась, чем девушка. Ну как-то нелогично, да. Нелогичность, потому что либо ты конкретно усиливаешь текст, да, либо ты поддерживаешь то, что нативно воспринимается в первую очередь. Это изображение. Изображение всегда воспринимается лучше, чем текст. Вот. Поэтому ты такой берешь и увеличиваешь. Женщину. Фотка-то отличная. Мужчинам, женщинам. Ладно. Женщинам. Женщинам. А тут пошел розовый. Розовый. Можешь как-то согласовать. Здесь просто более такой насыщенный, а здесь менее насыщенный. Я бы тогда сделал здесь насыщенный цвет. Тоже такая несогласованность есть. Для нее. Для нее. Решил тут поручить логику, да. Слева направо обычно мы читаем сверху вниз. Это такой, нате вам, справа налево. Ну, в принципе, не так-то это все усложнило. Может быть и будет работать нормально. Врезка норм для него. Да, прикольно. Прикольно. Тут даже, да, можно не сильно морочиться с выравниванием вот этого хэштега. И он же заголовок, да. Все. Получается и так нормально. Рандомно его расположи вообще будет. Ну, в смысле, даже если расположить его рандомно, будет неплохо. Сейл. И что? Нафига мне нажимать сюда? Напиши здесь ценность какая. Что человек получит? Футер огонь. Ну, блин. Короче, вот четверка с плюсом. Вот только вот за вот этот главный экран. Потому что, смотри, футер у тебя просто, знаешь, на пятерку. Прям вай. Вот это, ну, это пятерка, да. Вот это пятерка с минусом. Вот это пятерка. Вот это четверка. Футболки. Здесь все ништяк. Понятно. Чего? Попап, что ли? Почему ты делишь на две части? Вот этот непонятный какой-то этаж. Непонятно почему. Вот здесь как-то ты сделал группу. Вот это вот тебе отвалилось. Ну, короче. Короче, это четыре с плюсом. То есть работа в целом хорошая, но есть банальные косяки. И это всегда так обидно. Вроде сделаешь нормальную работу. А потом смотришь, у тебя какой-нибудь банальный новичковский косяк. Поехали дальше смотреть мебель на заказ. Короче, когда вы подбираете вот такие вот шрифты, связанные и каллиграфичные, смотрите, пожалуйста, на, как сказать, баланс анатомии. Каждые буквы. Вот, например, М вообще шикарно. Е нормально. Б нормально. Е, Л. Мягкий знак. Вообще шикарен. Н, А тоже ништяк. З. Что? Почему у него башка больше, чем остальное? Вот. И тоже это, знаешь, такие грабли, на которые наступают новички часто. Ты такой, долго, короче, ты выбирал шрифты. Пошел уже четвертый час выбора. Ты такой, ну вот он. Начинаешь писать. И какая-нибудь одна сраная буква портит всю твою работу. Но ничего не поделать. Надо подбирать другой. Так, я что-то, глюч на ней или нет? Разрядка есть или нет? Ну ладно, допустим, что-то нет. Фотка классная. Короче, подбери шрифтик. Есть связные, нормальные, рукописные или даже каллиграфичные шрифты. У тебя достаточно просто рукописного. То есть моноширинного. Вот, смотри, у тебя лигатур здесь нету, его оторвалось. Мэп-мэп-мэп-мэп-мэп-мэп-мэп-мэп-мэп. Ладно, по композиции главный экран нормально. Что вот это за хрень? А, типа освещение. Надо приучать, да, пользователей. Вот это потому что непонятно. Иконки как бы сделаны, то в общей стилистике в целом прикольные. И задумка прикольная. Ну ладно, короче, вот это вот дёготь, заголовок. В смысле шрифт для заголовка. Поменяй его на какой-нибудь более логичный. Смотри, вот здесь прям шикарная надпись. Согласись. Здесь О отвалилось. Здесь З. Дэм. И тоже несвязная. И всё. Ну да, прикольно. Здесь непонятно, почему ты обрезал вот так вот табуретку эту. И как это относится к корпусной мебели. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Косяк. Это прикольно. Мебель вообще угарная, кстати. Хорошо ты подобрал изображение. Так. Почему не выровняно тут вообще по левому краю? Тоже косяк. Ррррр. Четыре с плюсом. Вообще очень несложно на тёрку сделать эту работу. Работа достойная. Но ложки дёгтя просто так. На работу. Обидно. Челябинск. И незаметно. Не надо в интерфейсе отвлекать человека чем-то посторонним. То есть ты такую недвижку поставил на фон. Но зачем? Ты себя спрашиваешь. Какая это функция? А функция не нужна. Ну то есть в смысле. Скорее всего ты поставил это. Для того, чтобы показать, что это приложение по недвижимости. Но чувак, я синхрен, что это приложение по недвижимости. Ты даже скачиваешь, а он называется там как-то и приложение по недвижимости. Нафига использовать вот эту фоновую картинку. Поэтому смысла совершенно нет. Убираешь, интерфейс станет более простой и понятный. Дальше. Пожирнее сделай, а то они какие-то худые. Контрасты добавь тоже между картой и вот этими вот карточками. Здесь, ну, более-менее аккуратно. Ну, это я бы сказал... Ну да, тут все-таки два косяка. Есть четыре с плюсом. Два балла снимается. Ну вот, как-то так. Результат хороший, но не лучший. Не самый лучший. А я хочу, чтобы у каждого был лучше. Пилики. Пилики. Так. Чего там уже сами ответили данный вопрос? Если не ответили, задавайте мне. А я поеду дальше. Валерия. Да, забыл Андрею сказать, что он большой молодец, что дошел до конца курса. И выполнил все пять работ. И выполнил на достойном уровне. Поэтому это классный результат по окончанию. Так, поехали дальше смотреть. Лера Карлова. Тринад-магазин. Сейчас найдем. Сейчас найдем. Тринад-магазин. Ой, как хорошо выглядит. Композиция. Вот прям видно, что есть... Ну, может быть, даже где-то есть перевес на правую сторону. Но все-таки... Все-таки черный-то это остается нейтральным цветом. Да, тут получается кусок интерфейсного цвета. А вот это вот смысловая часть. А вот это вот веса у него очень много, потому что форма такая. И это прикольно. Для нее. Да, круто. Новинки. Трин-сумка. Кегли. Кегли. Откуда взялся вот этот вообще кегль? У тебя же наборный. Вот. Что за хрень? Для него. Прикольно. New Collection. Прикольно. Подпишись, получи скидку. Ну, такой слабый блок. Короче, можно было бы объединить эту всю историю с футером. Сделать вот прям черный фон. Это было бы контрастно. Сразу сделать нормальный разделитель такой. Сделать по всей ширине. Так, ладно, давай смотрим каталог. Каталог. Фотки. Фотки разноплановые, разного масштаба. Нужны ли маркеры? Непонятно. Окей. Ну, что-то я тут, короче, сомневаюсь, да, между пятеркой с минусом и четверкой с плюсом. Ну, я пока поставлю четверку с плюсом в надежде, что ты эту работу дальше усилишь. Вообще совершенно несложно ее сделать. Да нет, на самом деле нет. Поставлю я пятерку с минусом. Я просто смотрю на то, какие работы можно выкладывать в лучшие, да, а какие нет. Вот это, в принципе, можно выложить, потому что, ну, вот эти все вещи, они несущественные. Ну, да, верно. Ладно, поехали дальше смотреть. iOS App. Так, ну, да, вроде что-то неплохое. Ай, блин. Так, смотреть. Ладно. Будет смотреть так. Близко. До картинки. Вот это нормально все. Здесь тоже нормально все под пальчик. Здесь сетка есть, это работает. Если ты, короче, возьмешь... А, нет, здесь все нормально. Потом здесь нормально и вроде не мелко. Нужно чуть больше отступа сделать сверху, снизу. Окей. Здесь под пальчик нормально. Здесь комменты надо отделить. Ну, не все так плохо. В целом, пятерка с минусом пойдет. Потом... Он дроит. Так, это да. Это неудобно. Под пальчик не подходит. Здесь контраст слабый. Это что за разделитель? Непонятно. Здесь больше отступ надо. Здесь, ну, более-менее нормально. Отступ вот здесь больше. Вот здесь больше. Здесь более-менее нормально. Отступ можно сделать больше. Отступ снизу, когда вы делаете, он должен быть чуть-чуть больше у вас, чем отступ сверху. Вот. Это титверка с плюсом. Мы едем дальше. Лера, Лера. Так. Школа, студия. Тут студия изобразительного искусства. Ну, ладно, посмотрим. А, убрала, да, отлепила от заголовков. Ну, работа стала лучше, да, чем была. Здесь композицию нужно дотянуть. Больше нужно дать внимание вот этому. Вот. Больше размер. Здесь шапка нормальная. Телефон можно было для баланса выделить. Здесь нормальный. Здесь трилляж маленький. Здесь сместилось вверх и чуть-чуть влево. Потом наши курсы. Вот эта хрень не нужна. Она отвлекает внимание от элементов навигации, да. То есть, таковы-то взяли элемент навигации. Here, rack is the уровень 45 градусов. Вот он тебе стоит. Значит, вот это понятно строит ощущение, чего у нас будет здесь. Тихое ожидание. И плюс, кстати, по вот этим элементам, они вообще ни хрена ни с тем не согласованы. Они здесь не нужны такие вот острые. Ты смотри, у тебя здесь плавно, здесь у тебя плавно, здесь у тебя плавно, здесь плавно. Какого фига? Не надо. Вот здесь такая. Нате вам рамку. Смотрите на нее. Она совершенно не функциональна. Да, и отступ слева больше, чем отступ справа. Это вообще жесть. Так. Здесь слишком здоровенные отступы между. В общем, можно было как-то все скомпоновать получше. Дальше здесь такая же история. Здесь мало места на карту. Это нифига не по центру, которое расположено должно быть. Вот здесь у тебя остается прямоугольник. Располагай по центру. Здесь все развалилось. Короче, это... Четверка. Четверка. Че там у нас? Нет, не курсовая. Промо-страница осталась. Чего вы так тащите-то этот оранжевый-то сюда, блин? Переход в лимон. Ёшкин кот. Чего я открыл-то нормальный? Ну, ну вот, когда вы ставите вот такой слабый, ненасыщенный желтый или оранжевый на белом фоне, все, там теряются вообще всякие контрасты. Это вообще не уверенно, нифига. А здесь смотри, какие контрасты. Черный-белый, черный-белый, черный-желтый, точнее серый-желтый. Ну и... Смотри, сколько тут желтого, да, и на каком он фоне. Желтый на фоне черного, темного, серого. Вот. Возьми, да, например, вот эту вот фотку и представь, что в ней цвета взяли и поменяли. Поменяли весь черный, короче, на вот этот вот слабый-желтый, а вот этот желтый на черный. И у тебя получится вообще слабая композиция. Черная точка, короче, ну как вот здесь, на желтом большом фоне. Поэтому вот здесь вот главный экран точно надо перерабатывать в плане цвета и контраста, а по композиции здесь все ништяк. каталог стулья-столы, отлепи от изображения, пожалуйста, надпись. Здесь еще один слайдер. Сделай лучше, пожалуйста, вот этот, вот эти элементы тоже в уголке, как и здесь. Можешь даже для создания паттерна сделать в правом верхнем углу, и все. Не нужно делать два элемента навигации, типа вот этот и вот этот. Ну, понятно, у этого дополнительная функция пагинация, да, сколько страниц еще крутить. Ну, не надо, короче говоря. Материалы. Да, прикольно, кроме вот этого вот фона. А фотки же просто шикарные. Просто шикарная фотография. Вот это окей, контраста почему нету. Сделай, у тебя как будто заголовки потерялись, да? Тоже. Тадяень. Какой-то несразмерный, здоровый и не по центру нифига. Четыре. Четыре. Четыре, короче. Так. Ну, тем не менее, это хороший результат для новичка по окончании курса. Так. Ну и дальше. Полина. Полина! По какой причине тег нужно выносить по центру? Потому что композиция таким образом лучше строится. Есть правила якорных объектов в композиции, когда ты привлекаешь внимание на центр, либо по углам. Потому что у тебя зрение работает таким образом, что ты очень классно фокусируешься на том, что прямо видишь перед собой, и очень классно отвлекаешься на то, что у тебя по периферии. Поэтому размещай важные объекты по центру, или по углам, или по краям. Если у тебя херпами, где размещен вот этот тег, тогда, ну, кажется, что что-то не то, блин, не в ту точку внимания приличено. Либо ты отвлекаешься на какую-то другую фигню. Поэтому место тега в центре. Логично? Логично. Так, главное, в Валерея карточка. Так, это у нас кто? Полина Конькова. Так, создай свой образ. Чик, усилили, сюда, якорь, прикольно. Вот это сильно смотреть, якорь, круто. Да, и прямоугольник держится. Экспериментально, но прикольно. Что, 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 что можно улучшить? Это большее место сделать до заголовка. Иначе у тебя заголовок прилипляется к вот этой фотографии и отваливается. Смотри, он отваливается у тебя от контента внизу. Это косяк. Бирюзовый. Бордовый, оранжевый, желтый, на фоне черного. Это все в тему. Бунтарски так весьма. Вот это тоже. Да, прикольно. Ну и в стиле. Можно было еще больше экспериментов. Сюда забабахать что-нибудь в стиле. Вот такого вот сделать. Такую жесть какую-нибудь. Ну ладно, да. Сначала надо сделать ровно, а потом можно все порушить к хренам. Ну как вообще обрезано? Как, как вообще? Что, лень было, что ли, уменьшить чуть фотку? Вот кепка у тебя из этого всего. Вот самое нормальное. Все остальное... Косяк. Обрезано. Мало отступов. Маленькие отступы в смысле. Вот это, ну, более-менее нормально. Башку обрезал. Кед обрезал. Обрезала. Вот это ништяк. В целом, да. Да, потому что у тебя здесь фотографии все в едином стиле. Чуть срезано. Башка хотя бы так не надо делать. И, ну, короче, больше внимания на вот торс. Вот это все в разном стиле пошло. И сделай больше формата. Ё-моё, зачем так мельчить? И сделай, наверное, интереснее. Ну, короче, вот такие сетки, это скучно всегда. Почему на белом? Чего бы не продолжить эту тему с черным. Ну, короче, экспериментально прикольно, но четверка с плюсом за верстку и композицию. Полина Конькова. Так. Imaginaryum. Ну, ладно. Пусть будет в опции ништяк. Здесь. Цвета не по седочке. Чё за фигня? Ну, ладно, это я уже прикопался. Так. Вот это мелко. По композиции ништяк, но мелко. Минус. Короче, совершенно не сложно пофиксить. Ну, поставлю за... Если бы у тебя не было вот этого Imagi Narium, я бы тебе поставил 5 с минусом. Но все-таки, не, нифига, я поставлю 4 с плюсом. Два косяка всего. Вообще. Не сложно. Чё за размер-то непонятно, как это. Quick Flat. Так. Развалилось. Что этот отступ легче, а этот отступ. А если ты берешь геометрический гротеск, можешь использовать меньше кегль. Так будет видно. И легче будет. Потом. Ну, вот это вот. В целом, более-менее аккуратно. Вот это. Чё за чекбокс? Или чё это? Или буллет? Или чё это такое? Или иконка календаря? Нафига она там нужна? Непонятно. Отвалилась. Ещё дата. Вот это развалилось. Короче, вот это четвёрка. Ну и презентация ещё так себе. Не проработанная в смысле. Курсач. Как вкусненько! Да, беленький. Да, всё держится. Да, выровняло. Хотя и было, по-моему, ровно, да? И шрифт просто... Шикарно! Да! Вот это круто! Да! Это значит, ты ещё обтравочку, по-моему, тут сделал. Да, было, по-моему, стрёмно. Вот это всё классно сгруппировано. Вот это всё композиция просто шикарненькая. Ну вот здесь только сделай, пожалуйста. Ну, видишь, у тебя как бы вот эти точки экстремумов, они такие острые. Ну вот сделай просто здесь такой же радиус и здесь такой же. Ну, это не критично совершенно. Ой, какая хорошая работа. Пять с плюсом. У нас в предыдущей группе была одна работа, пятёрка с плюсом. И вот сейчас пока что первая. И всё, да? Ну что, где промо-страница? Вот она. Пропустил. Ну, мы посмотрим. Крафт твоя мебель на заказ. Ни хрена себе, какая крафт твоя. Какая офигенная мебель. Знаю этого чувака, да. Так, ладно. Чего не так, не могу понять. Не могу понять. Короче, композиция круто. Цвет. Как бы общее восприятие цвета создаёт эмоцию весьма такую флегматичную. Больше к скуке. Я понимаю, что эта тема нейтральная должна быть. Она чистая должна быть. Но акцента нет. Тут даже можно чёрным сделать акцент. И это уже будет свежее и бодрее. Какую-то форму, либо круг, либо там какой-нибудь прямоугольник. И цветом, может быть, иконки. Ну, короче... А, и ещё, наверное, Е можно сделать менее такой... Ну, высветлить на пару тонов, короче говоря, вот этот вот серый. Ну, ладно, это на самом деле не так критично, но, блин, эмоцию это всё-таки создаёт. Тебе нужно создавать больше эмоций чистоты, чем какой-то скучности. О, Никита, кстати. Сейчас гляну ссылку. Спасибо. Здесь перебор с двумя. Делай одну картинку и делай её прямо вот там на одну треть. А всё остальное материал дальше. Да, да, да. Ну, это пятёрка с минусом за цвет, наверное, сниму. За эмоцию саму, да, как бы, недоработанно. Так, Никита отправил нам какую-то ссылку. Ну-ка, сейчас откроем. Скопировать адрес ссылки. Да ты знаешь? Нет. Ну-ка, давай откроем эту. Где я там, курсовая? Ну. То, чем похоже, это очень качественная обработка фото. А вот это вот херня какая-то, честно. Композиция здесь, ну, так себе. Бля, нет. Ладно. Да ну. Вот эта работа сделана гораздо круче. Курсач Полины. Так. Ну, чё, это хороший результат. Хороший результат. Полина, я тебя поздравляю, ты умничка. Постаралась, дошла до конца курса. И прошла с хорошим результатом. Ну, а мы едем дальше. Диана. Горы и замки Кавказа. У-у-у-у. Та-ра-ра-ра. Горизонт завален. Вправо. Выровни, пожалуйста. Так. С этим. Ну. Я бы чуть лучше сгруппировал бы меню. Сделал бы меньше отступа между. Больше бы дал пространство сверху. Такие небольшие косички. Вот эта иллюстрация где-нибудь ещё есть? Что-нибудь такое похожее? Да, есть. Прикольно. Да. Ништяк. Потом. History. Фотка. Огонь. Ну, я говорил насчёт того, чтобы дать больше эмоций. Всё-таки. Всё-таки. Там много солнца. Виноград растёт, да? И вот такие бы пейзажи бы лучше бы зашли и создали бы более правильно, мне кажется, атмосферу на главном. Вот. Я об этом тебе говорил. Так, здесь лучше стало, здесь. Ну, непонятно, как это разместило вообще вот это вот изображение. Оно отвалилось от общего конта, потому что внешне у нас меньше, чем внутренний. Вот. И ещё непонятно, какая точка композиции. Вообще, якорь-то не... Никакой якорь. Где тут якорь? Якорь. Вот он. Тут вот, если это нежный левый угол, якорь. Вот он. Если это нежный левый... Ой, верхний левый угол. Ну, тем не менее, пять с минусом. Диана. Диана, Диана, Диана. Сейчас найдём. А, вот. Блин, ну... Для начинающих дизайнеров разложена просто куча граблей. Они идут так ровным рядом. Дизайнеры на них постоянно наступают. Особенно много граблей в типографике. Вот так много клёвеньких шрифтов, которые такой прикольной, разной формы. Но, чёрт возьми, они же ни черта не сбалансированы. И какую эмоцию мы создаём. Вот. А ещё контраст слабый. Короче, главный экран лучше бы я его тут не видел. Короче, лучше бы его тут не было. Дальше. Ну, ладно. Это, ладно. Это, отлепить. Тени. 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 Ладно, фиг с ними, с тенями. Ну, может быть, их можно на тон посветлее сделать. Да, вот это прикольно. Прям прикольно. Вот это мелко. Короче, за вот это и вот это 4 с плюсом. Андроид. Андроид. Что, 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 что. Да, будет очень мелко текст. И не будет читаться нифига. Вот это всё развалилось. Даже несмотря на то, что ты объединила как-то это всё такими разделителями. Вот это прикольно. Вот это мелко не видно нифига. Контраста мало. С интерлинияжем тоже проблема. Потому что строка длинная, интерлинияж, надо делать больше. Вот, потом, вот это, в принципе, классно в целом воспринимается. Вот это нормальный, вроде как, не сильно отваливается. Можешь делать разделители между, а можно вообще на них забить. Вот. Потом. Да, погинаться прикольно. 8 фоток ещё. Вот здесь отступ. Ну ладно, фиг с ним пусть будет. Написать сообщение, позвонить, показать на карте. Здесь что-то как-то развалилось, да? Ну ладно, не критично. Вот это под пальчик, в принципе, прикольно подходит. Ну вот это вот верстка. Блин, я хз 4 с плюсом или 5 с минусом. Ну всё-таки, наверное, ближе к пятёрке с минусом. Но это не значит, что эту работу можно публиковать в портфолио. Блин, зараза, не могу я. Не могу я. За этот интерлинияж ставит 5 с минусом. 4 с плюсом. Поехали дальше. Так. Да, это прикольно. Да, фокус основной. Здесь только обрежчиво, немножко получше. Очень контакт. Пропадает как будто нечёткая граница. Ну вот. Поиск здесь. Ну ладно, допустим, контакты, видишь, объединились с фоткой. Вот. Это всё можно пофиксить популярное. Не нравится мне, как сдвинут основной заголовок. Лучше вот этот бэк сдвинуть, а заголовок выровнять либо по центру, либо по левому краю. Здесь у тебя, во-первых, отступы разные, во-вторых, отвалилось. Большой отступ здесь. А здесь маленький. Фу, какой интерлинияж. Фу, какая расческа. Блин, ну начала-то здорово. А это что за фигня? Тут такая расческа. Да и ещё всякие висячие местоимения, предлоги. Ну, главный экран пятёрка. Всё остальное четыре с плюсом. Можно переходить тупо на трёхвальную систему оценивания 5, 4 и 3. Потому что и тогда вот эти четыре с плюсом все будут четвёрками, вот эти все будут трейками. Ну и можно ставить ещё два. Так. Лучшие российские дизайнеры. И дыра такая. Композиция. Ну ладно, не сильно критично. Шрифт окей, огонь. Подходит. Вот эта композиция, да, супер. Сейл. Откуда взялся я вообще? Этот шрифт. Этот шрифт. Он же вообще другой. Отступ маленький. Съехало вверх. Футер не контрастный. Тебе нафиг он такой нужен? Ёл. Светлый. Ну ладно. Ок. Понятно, что этих нету размеров. Да, прикольно. Ок. Ну и чё. Начало неплохое. Вот этот блок огонь. Вот это. Вот это. Да, это. Ну так. Ладно. Блин, я хочу, чтобы ты улучшил. Чё делать, чё делать, чё делать, чё делать? Четыре с плюсом или пять с минусом. Четыре с плюсом дорабатывать надо. Так, дальше поехали. Ну, Диана, да. Ты умничка. Что-то дошло до конца. И работы достойные. Просто, ну, нужно время, чтобы это всё улеглось. Так, Настя Фёдорова. Поехали. Дизайнерская мебель по вашему проекту. Так, интерляж маленький. Пью. Косяк. Композиция. Да, норм. Потом. Учитесь писать заголовки, не банальные. Наши работы. Наши услуги. Это всё-таки пустые вещи. Композиция норм. Вот это. Вот это прикольно, да? А вот это не прикольно, потому что контраст слабый. Ну, возьми высветли вот здесь вот эту вот как-то часть. Или, в принципе, там вот это серый сделать светлее. Добавь контраста. Короче, цветоколекция, можно это всё сделать. Вообще ничего сложного где-то. Да. Так. Мирка, близко. Не у гротеска можно и поинтереснее подобрать. Так, ладно, окей. Окей. О, вот. Ну, вот. Тэг нормальный. Пациент расположен. Нема не привлекает. Вопрос нет. Вот это, конечно. Вообще. Четыре с плюсом. Так, Настя Федорова, промо-сайт. Ф, 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 Федора. Четыре с плюсом. Так, Наренд-магазин. Раз, два, три, четыре. Так. Прилипло. Да, надо больше отступ. Так, здесь вроде бы нормально. Здесь пошла верстка свободная в тему визуалу. Фэшн такой. Совет стилистов. Окей, пусть тут будет, да. 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 Почему все так вот прям косячит на этих акциях? Акция это не что-то такое стрёмное, короче, что ваш менеджер по маркетингу просил впердолить и не менять дизайна, потому что он сделал это сам. Может быть, это есть какой-то стереотип, не знаю, который на вас влияет. Но это херово сделано. Почему вообще по центру выключка? Смотри, это же можно было выровнять по левому краю. Можно же было сделать шире инпуты и кнопку вместе. Можно было сделать кнопку какой-нибудь цвет. Можно было добавить какой-нибудь акцент, хайлайт на эти туфли, ешкин кот. И вообще контраст можно было сделать получше, потому что это, типа, светло-голубое, практически как серый, и контраст получается такой, ну, так себе. Можно же сделать... Вот выровнял его, например. Почему? Почему ты выровняла вот здесь, вот, не по левому краю? И тапки вот эти маленькие. Можно было их вынести чуть-чуть. Ребята, акция это такая штука, которая априори должна к себе внимание привлекать. Это не какая-то бессмысленная рекламная хрень. Она должна быть интересная, она должна вызывать эмоции. У вас что-то какие-то безэмоциональные. Вот, короче, если акции закрыть тут, нафиг вообще выкинуть из этого дизайна макета, тогда будет пятерка. Сейчас. Ой, пять с минусом, наверное, поставлю. Ну, вообще, с такой натяжкой, честно, из-за этих акций. Поехали дальше. Да, норм и не мелко. Да, норм и под пальчик. Да, неплохо. Почему только вот эта надпись вверху такая получилась? Рельса такая. Чего бы не сделать ее вот здесь, у тебя получится такая ровная, треугольная, прикольная композиция. Опять с минусом. Так, андроид. Сервис для поиска жилья в аренду. Фу, какая кнопка. Узкая, тонкая. И тут тоже. Чего бы не сделать. Вот этот вот домик сверху. Вот этот сервис для поиска жилья в аренду ниже. Сделать его чуть меньше. И все. И был бы отличный главный экран. И еще сделать фон белый, а вот этот черным. Ладно. Так, а тут границы не читаются нифига. Слиплось. Звездочку можно меньше сделать. Вот это-то все ништяк прям. Все ништяк. Все нормально. И вот главный экран такой. Я не знаю, что расставить. Четыре с плюсом. Давай. Фикси. Фикси. Фикси, фикси, фикси. Курсач. О, стало-то интереснее. В начале только. Смотри же. Ну же, круто же, да? Это, ну, когда ты взяла brush script круче же, чем статичный такой, что рифт, геометрический гротесш, жирный, который ты взяла. И все, у тебя сразу другие эмоции. У тебя сразу рифма пошла вот здесь. Айс. Потом, смотри, ты, короче, делаешь фотку ровную, да? Фотку ровную, ровную, ровную. Вот эту фигню, да, элементы навигации ты заменяешь на чё-то рука от руки созданная. Кнопки, кстати, можно тоже поменять от руки какие-нибудь созданные. Видишь, у тебя иконки, да, какие? Потом вот это ты тоже меняешь контур от руки созданной. И, короче, у тебя не должно быть ни одного ровного разделителя вот здесь, на этом сайте. Потому что ты его можешь срифмовать прекрасно вот с этим маской. И все. Вот. Ну, короче, это пятерка с минусом. Если улучшить, она будет более еще, более эмоциональная работа. Вот. Ну, что, я тебя поздравляю. Это хороший результат по окончанию курса. Я нашел, к чему прикопаться. А мы едем дальше. Полина Фирсова вчера смотрела, сегодня смотрит. Дизайнерская мебель на заказ. О, какая классная композиция. И какой классный контраст. И какой классный шрифт. И какая классная фотка. Отлично. Портфолио готовых проектов. Можно. Прикольный, кстати, ход вот здесь вот, да. Чуть-чуть вынесло, чтобы вот эти вот засечки оправдать, да. И вынос тоже. Но у тебя не должны быть вот эти линии такими прям супер контрастными. Они у тебя должны быть еле заметными. И еще. Раз они у тебя задают сетку. Какого фига вот здесь вот они у тебя съехали. Непонятно. Ну или что они такие? Как они у тебя? Нет, они походу сетку не задают. А почему ты не делаешь так, чтобы они задавали сетку? Либо, короче, привязываешь к сетке, либо вообще не привязываешь. Это должно быть однозначно. А вот у тебя какой-то промежуточный результат. Ладно. Фотки и огонь. Потом вот это, да, вот это, да, 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 круто. Вот эти хайлайты по уголкам тоже круто. Я бы сделал наоборот более контрастную эту фотку, чтобы вот это вот просто серое сделать светлее. Ну а так вполне неплохо. Это пятерка, ну, наверное, минус поставлю за вот этот вот контраст сильный и за отсутствие привязки к сетке или, короче, неоднозначность, да, вот в этих вертикальных линиях. Вот без линии вообще убираешь линию, у тебя нормально тогда. И вот за вот это, за слабый контраст. Но работа, в принципе, классная. Фирсова Полина. Так. Промо-страница. Опять с минусом. Магазин. Оп. Опасно. Цвета-то вроде бы оппозитные, но... Но. Даже вот, короче, когда вот такое сочетание ты делаешь, да, вот четкое разделение цвета, да, это нормально. Вот здесь, что не очень, это вот это Е и вот этот здоровенный отступ. Ну, короче говоря, значит, у тебя получается вот здесь большой прямоугольник горизонтального формата, который делится на две части благодаря вот этой вот прекрасной девушке, расположенной вертикально, да. И даже вот этот вот хайлайт его не спасает. Что бы я сделал? Я бы сделал цельным вот эту композицию и использовал бы вот этот фиолетовый внутри, либо в виде хайлайта, можно даже запустить за границу, либо в виде... Можно даже горизонтально отхерачить вот так вот, но это будет этаж отдельно, скорее всего, это не понравится. Можно сделать какой-нибудь прямоугольный. Ну, короче, вот так вот разваливать композицию не рекомендуется по вертикали, поэтому вот это надо фиксить. Так, ладно, это в целом окей. Почему я говорю в целом окей? Потому что шрифт сюда, мне кажется, совершенно не походит такой вот жирный. Почему мягкий? Вот с биркой смотрится круто. Без бирки... А, я понял. Висит, потому что вот. Все, я понял. Так. Это, да, ништяк. Композиция. Вот этот блок прям вообще огонь. Хач. Руки обрезала и ноги тоже. Ну, посади ты ее, чтобы у нее выглядывали, да? Тем более, отправить-то совершенно несложно. Здесь большой отступ. Ну, короче, нет, это четверка с плюсом. Пока что. Так. Карточка норм. Вот здесь большой отступ. Четыре с плюсом. Интернет-магазин Полина Фирс. Вот так вот. Поехали дальше. Android. Sweet Home. И дыра такая. Нате вам. Здесь так. Нате. Здесь так слишком жирно. А иллюстрация отличная. Здесь внутри все в целом отлично. Только не забудь добавить отступ вот здесь. И как-то получше сгруппировать, потому что у тебя отступы между вот этими блоками везде раз. Еще выравниваем. Выравниваем. Косяк. Здесь тоже косяки с отступами. Здесь внутри вот эта фигня вот отвалилась. Да, это четыре с плюсом. Так. Айос. Вот здесь, смотри, больше баланса. Так вот, вороночка. Здесь отличный. Значит, здесь отличный неогротеск. Вот это можно было сделать даже белым, да? Ну, хотя, в принципе, и алый тоже нормально уравновешивает. Классные иллюстрации, классные кнопки, классные тени. Короче, норм. Ну, да, выбивается немного, да? Алый. Вот здесь. Ну, не так критично. Здесь нормально, хоть чуть-чуть мелковато. Здесь нормально, хоть и немножко меньше интралиняш, чем надо. И это достойно работы. И презентация классная. Вот. Пятерка с минусом за то, что не видно там. Некоторых текстов. А так вообще работает огонь. В смысле, за мелкие тексты пятерка с минусом. Так. Guided. Tools around Kazan. Что делать? У меня был белый фон, да, по-моему? Или я? Что-то глючит меня. Да, я говорил о том, что это вообще отличный шрифт. Вот. Прям вообще в тему к вот этим. Пилем, мечетем. Композиция. Да, ништяк. Да, ништяк. Есть одно, но небольшое, слишком здоровенные заголовки. Меньше надо делать. И у тебя отвалилась эта кнопка. Ее бы я в угол куда-нибудь запихал. Ну, здесь окей. Здесь развалилась. Здесь горизонт завален. Значит, здесь-то нормально, в принципе. Да, потом здесь нормально. Еще текстуру вот эту вот круто применила. Да, здесь круто. Здесь тоже круто. И чуть-чуть ты выровняла. Да, это хорошо. Надо еще чуть-чуть влево его. Чуть с минусом за заголовки эти здоровенные, за вот эту композицию, то, что развалилось, и за кое-где заваленные горизонты. Так. Ну что, я тебя поздравляю. Достойная. Достойный результат, достойная работа. И мы едем дальше. Анастасия Гусева. Горизонт на фото не завалено. Это самостроение такое. Серьезно? Как Пизанская башня, что ли? Прикольно, если так. Так. Ох. Прикольно. Ну, ок. Поехали дальше. Я тут смотрю, да, на вот эту вот штуку. Это как будто пол такой, кусок пола. И он такой, хоп, и встает вертикально. Такой диссонанс создает. Фото подобрано здорово, обрезано криво. Потому что отступ должен быть до ножки. И вот эту вот всю историю можно было бы увеличить. Прямо вот шкаф до сюда дотянуть. Это у тебя все бы вышло примерно сюда. Вот эту фразу можно было сделать меньше. А следите за нами. Можно было бы расположить где-нибудь и под. Чего бы нет. Или где-нибудь бы и здесь. В углу. Или где-нибудь бы над. И зачем делать такой жирный? Учитесь, пожалуйста, рифмовать куски графики между собой. Смотри, вот у тебя и такой шкаф стоит. Да, вот у него вот эта вот есть толщина. Да. Единицы ее обозначим. Здесь средняя толщина тоже единица. Да, по этим ножкам. Здесь средняя тоже единица. Вот. Короче, дальше. И вот этот шрифт, жирность его, ты должна делать чуть тоньше. Чет средний между вот этой единицей, да, и вот этим вот тонким где-то вот. Потому что здесь есть тонкие, здесь есть тонкая, здесь есть тонкая, да. Вот. Короче, тоньше делать. Тогда будет больше баланса. Ну, то есть ты можешь как бы менять размер, можешь менять жирные или нежирные начертания. И смотреть, и менять размер вот этого изображения. И выравнивать. Непонятно, к чему относится слайдер. В смысле, непонятно, почему он так расположен. Понятно, к чему он относится, но непонятно, почему он так расположен. Контраст слабой у кнопки. Так, здесь тоже про контраст вопрос. Мелко. Короче, мелкие изображения, они у вас композицию дробят. И получается, что здесь, в плюс, да, точнее, в минус этой композиции, что вот эти вот две части, они равнозначные получились. Куда смотреть в первую очередь, типа, сразу непонятно. Ты смотришь, у тебя развивается косоглазие. Поэтому нужно выделять какой-то элемент, вот однозначно больше делать. Логичное изображение больше выделять, потому что изображение привлекает внимание сильнее. Если наоборот, ты сделаешь вот эту фразу больше, а изображение еще уменьшишь, тогда это будет, ну, это будет восприниматься как дисбаланс. Вот. Этот, ну, вроде, как бы, нейтральный такой блок. Вот этот офигенный, офигенное фото само по себе, да. И классно встала вот эта вот кнопка, да, футер, ништяк. Ну, как так. 4 с плюсом. Так. Гусева Анастасия. Серьезно, надо переходить на более такую группу системы оценок. И вот 5, 4, 3. Это у меня оценка, основанная 4 с плюсом. 5 с минусом. Пятерок мало вообще, в принципе. Троек нету. 4 с минусом мало. Четверок тоже нету. Четче границы будут, мне кажется, так, оценки. Ладно. Отвалилось слишком далеко. Вот это нормально, изображение нормально подобрано. Здесь контраст хреновый. Интерлинияж, ну, более-менее нормальный. Ну, здесь мелко. 4. Так. Андроид. Так, здесь нормально. Можно чуть-чуть даже ниже спустить, чтобы у тебя, короче, солнце оказалось тут. Дальше домики чуть-чуть подспустить, они все равно будут видны. И вот это вот, где-то вот здесь вот все должно находиться. Дом твоей мечты. Здесь. Ну, мелковато все-таки. Мелковато. Здесь нормально. С контрастом только вопрос, почему синий? Здесь тоже. Ну, это 4 с плюсом. Так. Интернет-магазин. А где каталог? Одежда. Вот ведущих дизайнеров. Хе-хе-хе-хе-хе. Слишком острая форма треугольника. Значит, динамику здесь можно показывать. Но только без вот таких острых углов, да? То есть, видишь, у тебя здесь прям такой, на, такой совершенно острый угол. Ну, что, контраст-то хороший. Здесь вот этот угол, он так остро не воспринимается. Даже здесь он так остро не воспринимается, да? Так. Непонятно, почему так выровняно. Маленький отступ, большой отступ. Тоже косяк. Почему кнопка, кажется, неактивной. Слабый контраст. Здесь фотки ништяк. Здесь фотки ништяк. Про вот этот заговорок уже сказал. Слишком острая композиция, раздробленная. Здесь шрифт отстой, потому что процента нету в жирном. Здесь, ну, более-менее еще. То есть, если бы эту женщину выважали бы, да? Сделали бы мелкий, было бы плохо, да? Сейчас лучше. Неактивная. Карточка. Прикольно. Чего, куда? Загрузила. Куда? Все равно не вижу я. Ну, да ладно. В общем, этого, в принципе, уже достаточно, да? Это у нас 4. 4. Вот это, в принципе, пятерка. Главный... В смысле, главная страница за счет формы и дроб... Ну, короче, куча косяков. Раздробленность композиции, косяки выравнивания, острота ненужная. Это косяк визуальной коммуникации. 4. Так. Да. Курсач. О, интересно. Смарт-сити городного поколения. Так, да, нормально. Баланс присутствует. С миркой нормально все. Ну, в целом, окей, но... Я говорил про вот это вот. Про вот этот здоровенный отступ, про разрывность восприятия, про выключку и... В общем, это минус. Вот это прикольно. Это тоже хорошо. Это прикольно. Да, вот здесь ты убрала, получается, чувака. У тебя фокус сюда сместился. Я бы подкорректировал, чтобы вот не было вот этих вот черных хреновин. Как будто не очень качественно сделано. Это 5 с минусом. Работа. Так, ну что? Ну, неплохой результат в целом. Поздравляю, да. Поздравляю с окончанием этой жести. Ладно. Прекрасного интенсивного курса. Так, чувак. Анжелика. Промо! Чувак, как дела в этом? Не устали еще? Не заснули? Дизайнерская мебель для интерьера. И хрен, новый контраст даже тень не помогла. Точнее, даже ухудшила и сделала грязи много. А здесь так. Вот рамка взяла и на себя внимание привлекла. Тоже не очень. Здесь более-менее нормально. Расческа есть. Ну ладно, фиг с ним не особо критично. Получилось слишком флигматично. Вот это еще нормально можно использовать в качестве выделения заголовков, а вот эту кнопку нужно сделать более сильным цветом, мне кажется, и забить на все тени. Да. Четыре с плюсом. Так. Так. Андрей, ага, прочитал комментарий. А попробуй все вообще нафиг разобрать вот эту твою плашку с ценником и пересобрать ее на основе референсов. Сделав по-быстрому четыре или пять вариантов. И все. И ты не будешь просто фокусироваться на двигании этих пикселей, потому что, может быть, ты сгенеришь за это время результат, который будет гораздо сильнее, чем все возможные варианты образованной двиганием из того, что у тебя есть. так. Чего-чего? О, Настя Слуцкая, привет. Так. Ну, ок. Ну, мелко. Ну, нормально. Вот за это четыре баса с плюсом. Так. Видите? Вещи фиксятся эти быстро. Но они настолько критичны, что это портит ощущение от работы целиком. И, ну, здесь надо просто какое-то свое видение нарабатывать. Арсенал фишечек. Что такое хорошо, что такое плохо. И когда делаешь, не сомневаться. А если ты сомневаешься, значит, у тебя что-то в работе не так. Значит, нужно, короче, разобрать, собрать заново. Слишком тесно, слишком мелко, слишком жирно. Чего за пиксели какие-то? Да ладно, спишем это. Не очень качественный макап, он отвлекает. Можно... Вообще, я не рекомендую макапы делать такие прям супер реалистичные. Я рекомендую минималистичные, потому что вам не нужно привлекать внимание на телефон. Вам нужно привлечь внимание на то, что внутри. Это четверка. О, вот, да. Это хорошо. Несмотря на то, что эта женщина, типа, делит экран на две трети, одну треть, но здесь есть, хоть криво поставленный, но, блин, круг. И он ее расширяет. Ну, в смысле, пространство больше дает. И эта женщина, наверное, еще ближе к вот этому вот дескриптору, дескрипту. И дальше вот внешнего края, и это делает композицию цельной. Классный экран. Короче, второй блок тоже хорош. Второй блок тоже хорош, но нафига так много внимания давать на вот этот разделитель. Совершенно непонятно. Он должен быть тоньше, вот, он должен быть четче, и все будет ништяк. Я бы выравнивал по левому краю вот эту кнопку и делал. Ну да, по левому лучше. А, подожди, это относится вся штука к блоку, да, а тут как будто она относится к этому изображению, поэтому точно здесь по левому краю, а здесь точно по правому краю. А еще вот стоп надо делать больше здесь. Косякус здесь, влево. Хоть. Ок. Ок. Петьсминсу. Закрыл. Загрузка. Так, где-где? Так. Подождите. Компьютер с хэштегом подождите. Вот. Чего? Интернет-магазин 5 с минусом. Дальше. Курсовая. Как красиво. Ладно. Да, ровно все. Вот, ровно. Круто. Тут что-то только неровно. сдвинуть вправо. Курку с программой нужно сделать нормально. Так. Перень. Фотогалерея подчеркнут. Ладно, фикс не пусть будет подчеркнут. Нормально. Отлепить чуть-чуть надо. Вот это. Выровнять по верхнему краю вот это и вот это. О! Вот. А еще можешь вот этот заголовок по центру выровнять. А, хотя нет у тебя здесь вот эта вот история по правому краю. Ну и хрен с ним пусть стоит по правому краю. Нет. Потому что занимает место. А что если вынести? Нет. Фигня. Ну. Ладно. короче надо думать еще над вот этим. И выровнять хочется. И короче я в общем бы сделал бы вот здесь еще какое-нибудь дополнительное поле до области контента и вот это вынес бы все за скобку. Здесь бы здесь бы вынес. Значит здесь бы у тебя расширилось до границы внутренней скажем так. Потом вот это вот цветочки сразу сюда бы ушли. здесь нет тогда нафиг цветочки не надо выносить было бы вот это бы у тебя ушло сюда вот это шире бы стало вот это можно было ставить тогда по центру. Знаете когда в головоломке вы играете какой-нибудь пазл собираете или как это называется игра пятнашки по-моему есть такая типа короче 4 на 4 например или там 5 на 5 и вы вот двигаете одна клеточка свободная вы двигаете квадратики для того чтобы создать изображение и иногда или кубик рубика тоже такая же хрень для того чтобы подвинуть одну какую-то маленькую фигню она завязана просто на несколько других маленьких фигурен которые сначала нужно подвинуть а потом нужно подвинуть и вот эту вот последнюю и здесь такая же тема прикольно здесь мне не очень нравится что накрыты заголовком вот эти вот иконки лучше конечно иконки вынести в маленькие какие-нибудь сверху или в маленькие какие-нибудь сбоку и все и в якорь просто ставишь левый верхний угол и все у тебя ништяк становится вот так в целом работа достойная пятерка с минусом так что все да по работам Анжелики Анжелика умничка дошла дошла до конца курса о расскажите мне кстати про ваш эмоциональный опыт прохождения курса были ли такие моменты что вам хотелось все бросить просто к хрену и забить на курс вот и после чего вы так вот начали думать если начали и второй вопрос были ли у вас моменты прям вообще такого офигительнейшего вдохновения что вам хотелось просто горы сворачивать и делать и тоже причину укажите почему откуда у вас появилось такое состояние кто может быть на вас повлиял или что на вас повлияло напишите такие самые пиковые эмоциональные моменты негативные и позитивные вот вообще было бы прям интересно а я еду дальше катерина григорьева так приложение подается фоткой что ли так так Анжелика мне в самом начале хотелось все бросить так как ничего не получалось но потом стаканился вот классный опыт вот и умница что не бросила с самого начала Полина эмоционально это вообще мясо были сомнения до курса потому что совпало с завалом на работе и с здоровьем так себе бросить не хотелось ни разу ничего себе ты еще и работала во время курса вот это да ну ты умничка очень здорово момент вдохновения Анжелики после того как на разборе Леша похвалил ну да есть такое это конечно такая похвала это весьма детская мотивация но но она работает вот потому что ну все мы в какой-то степени мы же все растем учимся даже если там нам не знаю там по 40 там по 50 там и так далее все равно есть непроработанная жизненная ситуация до в которых тебе необходимо было получить поддержку в какой-то форме но поддержку ты не получил получил там не знаю либо люлей от жизни либо еще от кого-то и такой у тебя остались эмоции гештальт не закрытый вот и поэтому в этом случае очень круто похвала начинает работать вот но с другой стороны эмоциональные обиды например негативные эмоции они тоже более глубокие ну и ладно ну короче жизни вот прикольно Тимирлан был момент когда смотришь на макету тошнит не знаешь как их справить о да это опять как я тебя понимаю так ну ладно пишите пишите комментики вот это вот прям как я гениально спросил у вас интересно почитать так Катя Григорьева iOS Mobile Mobile пишется через ILE окей контраст слабый здесь нормально здесь нормально опять с минусом Катя Григорьева а еще что прикольно чем меньше элементов да но при этом если задача решена тем меньше вероятности где-то накосячить вот но чтобы прийти к минимальному количеству элементов вот нужно порой много времени потратить это как у скульптора чтобы прийти к идеальной форме в которой мало гипса или мало глины нужно дофига времени потратить так так комментики пошли блин как интересно пишите пишите сейчас я туда работы Кати разбираю какая фотка какая симметрия да прикольно только вот не прикольно когда ты ослабила контраст изображения и положил на него черный и получилось не очень фиксить вот здесь прям все супер здесь тебе нужно балансировать отступы прикольно 5 с минусом так допустим это будет курсовая новостной портал у тех кто воркаут проходит потом а еще статью не посмотрел самое интересное ну да прикольно интересные вырезки такие чуть больше можно интерляж делать ну окей в принципе неплохо неплохо ладно 5 с минусом остается блин да что я закрываю гранат магазин модная женская одежда летний лук бук короче дисбаланс здесь есть пустой вот этот вот угол потому что формат фотографии большой вертикальный здесь получился у нас отдельный этаж здесь у нас слишком много контрпространства вот этот блок более-менее нормально много контрпространства слева здесь нормально здесь ну нет лучше вот эту вот часть делать на белом фоне а вот эту вот часть делать на каком-то другом фоне почему ценник такой 4 с плюсом так оп промо-сайт android app а его сад не было дизайнерская мебель кресла антиква так короче здесь грубо вот с этими ценниками должны быть меньше и грубо со шрифтами такая обычная такая неотесная неотесная такой не в гротеск весьма да потому что доллар вот здесь посмотрите да вообще контраст сильный а это вообще то не контрастный моноширинный точнее монолинейный монолинейный шрифт мой вообще жёст ээээ четвёрка потом вот это крупнее теги можно же место есть четыре с плюсом а дожди это android куда я ставлю вообще ё-моё лени переминовой всё так ок круто так так теперь самое интересное читаю комменты так полина хотелось каждый день приходить с работой пилить работы и смотреть разбор вот это я понимаю когда у тебя цель связана с действием Андрей на работе решили что моя учёба повод утроить нагрузку из-за этого не всё по качеству получал вещей на разбор было обидно и студент даже ну зато офигенный какой опыт вот короче чем отличается интенсивная программа обучения от обычной программы обучения которая растянута на год потому что вот эту программу которая у нас её в принципе можно на год можно на два растянуть но здесь программа интенсивная и вы получаете такой прям очень сжатый опыт и у вас получаются эмоции которые вы могли за год получить они у вас берут вот так вот и сжимаются и получается что амплитуда этих эмоций как бы она очень такая то есть вы то во вдохновение то например в яму сваливаетесь и яркость вот это слово оно прям хорошо характеризует интенсив потому что это яркий опыт которого у вас до до скорее всего не было вот и скорее всего этот интенсив он у вас ещё будет долго вспоминаться потому что дальше более-менее пойдёт всё ну выровняется короче говоря такой эмоциональный фон и получается что если у вас жизнь была вот такой вот линией там примерно ну там может быть где-то больше где-то меньше потом интенсив такой потом опять на вот такой эмоциональной интенсивности вы получаете офигенный опыт ваши убеждения старые некоторые отваливаются новые приобретаются и ну короче линия жизни она такая и туда вот то есть я вообще прям без всяких так сказать угрызений совести могу сказать что интенсив это та штука которая есть жизнь до интенсива есть жизнь после интенсива ну то есть прям меняет обычное состояние обычное положение дел так было очень тяжело физически конечно но в то же время интересно даже жалко что курс заканчивается идеально это знаете что не бросайте помидоры в смысле не бросайте использовать правила помидора раз после курса два продолжайте планировать то есть здесь у вас как бы мы за вас планировали да на этом интенсиве вот вам дедлайн каждый день вот вам задание все понятно что делать на день делайте сейчас попробуйте планировать хотя бы по одной фокусной задаче в день то есть планировать день и у вас тогда будет дедлайн свой вы можете продолжить там ну примерно в той же конве но просто в более комфортном для вас темпе и будет эффективнее но чтобы имело смысл ставить задачи лучше сначала определитесь с целями пропишите ближайшие цели которые вы хотите вот в течение месяца достичь так ладно курс помогал эмоционально абстрагироваться в дурацких ситуациях в других сферах да потому что фокус на задачи больше укладывала детей с радостью в два утра вставала чтобы пилить макет сама от себя в шоке офигеть вообще я так не могу круто катерина брашкина мне было очень плохо сначала я думал что никогда ничего не получится но Леша как-то поддерживал даже полную фигню как быть если ты дурачьей не запомнил табличку вот выгребай последствия теперь принимай короче так Катя Брашкина радость начала появляться когда немного начала понимать логику и смысл поняла что если много работать все может у Гришковца не смотрели не слышали или не смотрели спектакль это как я съел собаку и вот он рассказывает там про то как он мыл палубу сначала говорит вот ни хрена не нравится ну что к чему драешь палубу этой шваброй а потом к концу службы понимаешь что смысл в этом есть и у него фраза там есть ты полюби палубу полюбите короче то с чем что с вами происходит примите и вот тогда у вас скорость увеличится в этом потоке Леша давал нам очень крутую обратную связь совет поддержку пинки также звездочки тренера да Леша большое спасибо так Дмитрий немного не с ним но почему на интенсиве не делает ставил гайды к макетам состояние кнопок состояние полей чем боксов списков форм ну потому что времени на это нет кто-то делает кто-то не делает вот как-то так зато мы прорабатываем стилистику точнее визуальную концепцию проекта то есть ребята делают мундборды по каждой работе что позволяет точнее доносить эмоции ставил гайды это важная штука но это уже штука техническая вот поэтому лучше потратить время на что-то более смысловое а так да согласен делать в проектах так проще время экономит ставил гайд нужен для того чтобы экономить время в дальнейшем в проекте а так как мы наверстку никому ничего не даем тогда нафиг ставил гайд для учебного проекта так а мы дальше поедем такое лирическое было отступление Егор последний остался Миша увидел предпоследний Егор ждал пока я там проговорюсь так дизайнерская одежда ведущие российские производители короче вот это вот прикольный ход мягкость такая только ближе к девушке можешь сделать а еще можешь сделать вот здесь по форме ее тело и вот прям будет очень в тему потому что тут что-то надо как-то уравновесить вот этого недостаточно вот этот угол еще слабый летние коллекции да прикольно это да ровно прикольно это да прикольно кавычки нафиг убирайте нафиг не нужны смотри вот этот вот таймер можно запердохать кнопку на самом деле потому что он сейчас конфликтует с головком в остальном все нормально здесь тоже все нормально вот здесь как-то хочется более оформить промоугольник вот это мелко уже пошло нужно что-то крупнее придумать но это пятерка с минусом тем не менее хорошая работа так мебель классика расти коричневый в типографике ну реально портит ну я понимаю что типа этот свет как бы под дерево такой земля там все экологичность вся вот эта вот тема ну как-то живее хочется потому что это это весьма консервативно короче говоря а здесь то это же сочетание классики то есть того что было консервативным раньше вот и сочетание что-то такого модернового поэтому нужно как-то вот тут оживлять ну это короче потому что ты не дотянул визуал нафига делать здесь здоровенный заголовок непонятно он должен быть такой же как все остальные здесь окей здесь окей здесь окей короче разбавь ты этот коричневый откажись ты от большей части коричневого будет ок ну 5 с минусом потому что ровно все остальное так курсач спланируй найди спортивный поход я говорю эй кюлаки за мной так спланируй или найди спортивный поход да прикольно теперь понятно так возможности для руководителей так создание похода да все круто только короче заправь оно должно быть ниже так отличная волна так дальше прикольно все да короче я говорил тебе нет разбавить каким-то изображением или чем-то таким в стиле вот эти два блока потому что вот здесь скука такая наступает ибо здесь все такое монотонное однотонное крутая работа в целом пятерку за нее поставлю так еще не то вот так да все четко все удобно несмотря на то что презентации нет за презентацию минус и мы получаем оценку 5 минус хороший результат у Егора однако так почему такой свет так здесь нормально здесь нормально не мелко не тесно здесь нормально подпалец окей вот этот вот цвет ну это жесть я бы тут градиентиком бы короче все это разбавил сделал бы няшненькое красивенькое и получил бы пятерку сейчас пятерка с минусом вот ну круто я тебе поздравляю офигенный результат по окончанию курса теперь Михаил говорил работу загрузил так вот Гайский Павел Наумов а вот еще Павел Наумов 25 поток блин а что тут Семен Лебедев еще тут Дмитрий Казановский ага я обрадовался уже что все закончились ну поехали продолжаем курсовая для финального разбора так это да да классный главный экран классное фото сдвинул чуть вниз да сбалансировалось отлично для сравнения открою видите в чем разница ниже кажется более сбалансированным выше менее сбалансированным да потому что у вас взял взялся вот здесь образовался такой формат прямоугольный и хлеб чем ближе к якорному объекту в данном случае это левый нижний угол для вот этого формата тем кажется более сбалансированным так шикарная фотография вот да смотрите еще разница хоть хоть графичнее четче и ну больше по размеру так здесь все нормально было по блоку здесь то же самое нормально здесь ага а вот что все круто да ты улучшил работу ты прям крут эта пятерка так рома но шарик все таки нифига не сбалансированный смотрите как какой он криво кривоватый и ну хотя нет наверное более-менее нормально ну и я могу только прикопаться хотя к чему прикапываться да нет вроде че мне не нравится то в нем ешкин кот кернинг может быть здесь больше здесь меньше зе несбалансированная башка больше ну да и как будто здесь толще линии чем везде ну ладно это все как бы такие мелкие нюансы слишком мелкие нюансы сбалансировать надо знаешь больше и меньше сделать вот это вот больше вот это меньше ладно поехали тренд создают чтобы продавать мы считаем так это окей да вот это вот прям круто вот здесь смотри заголовка не хватает да ты начинаешь сабзаться сразу вот и все у тебя блок разваливается тут бабах ты ставишь заголовок он у тебя главнее чем вот это вот и логика разваливается ой грубо очень грубо пи равно трем как грубо здесь примерно то же самое контраста не хватает ни по центру нифига 4 с плюсом поехали дальше главная каталог карточка но неплохо главный это экран неплохо что только без лица непонятно вообще не дурно ну это банальщина вот серьезно говорю вообще совершенно другая стилистика вот это прикольно вот эту фотку надо на другую какую-то менять которая больше в общем стиле со всем остальным логотипу да это да это да футер да синий хотел сказать кто взялся ну понятно здесь нормально все понятно карточка еще ровненько но опять минусом работа классная работа так ios android стоит мелковаты теги здесь нормально все с вот этими с оголовками подписями здесь плотновато здесь ништяк все ну в целом достойно пятерки с минусом ios android ну сложно но аккуратно сделано сложно будет тыкать пальцами на это все здесь более-менее нормально распалено здесь более-менее нормально распалено ну так весьма олдскульно вроде больше косяков нет ну так чуть-чуть 400 плюс поставлю за это потому что важно чтобы было удобно пользователю очень важно так ну что павел крутой результат я тебя поздравляю круто так дальше зорин граков проверили семен лебедев это старое это сегодня вот так 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 что там что там за комментарий дмитрий зорин впечатление от курса очень сильное когда не получалось решить задачу возникало нежелание продолжать возникало нежелание продолжать прокрастинил когда находил интересное решение чувствовал сильный эмоциональный подъем короче вот даже если у вас получается как вам кажется какой-нибудь говняный результат ну принимайте это часть вас просто вы не можете от этого отказываться вы просто можете трансформировать вот а трансформировать это можно как ну да я сделал вот такую работу которую я сделал да она сейчас как бы мне не нравится что я могу сделать для того чтобы она мне понравилась наверное взять и разобрать собрать по новой да супер и все и а еще второй способ это когда у вас паника короче начинается в голове мысли такие типа работа говно что за фигня вообще происходит а еще если еще и времени не хватает тогда вы прям начинаете сильно волноваться делаете практику тишины ну это прям вот как как называется так и делается пять минут садитесь в позу любую желательно с ровной спиной не лежа и тупо молчите и следите за дыханием ну короче медитация то же самое примерно только вы не не размышляете ваша задача там остановить мысли и отслеживать мысли когда у вас появляется когда у кого отслеживаете она у вас сразу затухает вот и все и у вас эмоциональный фон выравнивается вы тратите на это всего лишь пять минут и вы уже дальше со свежей чистой головы возвращаетесь обратно к работе ровно короче на трезвую голову начинаете делать так пришло понимание куда хочу двигаться что нужно подтянуть прикольно планирую продолжить обучение круто очень рад возможности попасть в комьюнити да комьюнити у нас это прям сильная штука там поддержки очень много очень много поддержки я раньше когда начинал в дизайне свою карьеру я думал что блин да там столько всего всяких конкурентов да они друг друга критикуют да меня вообще там засрут вот а потом я понял типа блин а можно же сотрудничать можно а заказов на все хватит да хватит никто у тебя кусок хлеба не отберет нет не отберет ну потому что у нас же есть еще и не только российский международный рынок да а еще можно объединяться в команду и брать больше заказов и большие заказы более крупные да и больше зарабатывать ооо значит сотрудничество это более крутая штука чем индивидуальная работа ну да это выгодно ну вот и такие вот мысли они настраивают на взаимодействие со своими коллегами да это уже не конкуренты вам это уже коллеги так ну ладно семян лебедев розовый стол да подходит loud light loud ки ринь ки ринь ки ринь ну окей хотел бы я сделать что нибудь с этим логотипом потому что он не сильно балансируется сейчас с этим жирным шрифтом знаешь чего меня тут посетило одна гениальная идея возьми ты из-за пердоха вот этот вам заголовок рукописным прям вот размашес такая знаешь как подпись ваа это будет просто вообще огнище и вот это вот можно как то там зафильтрить под кисть ну ладно но в целом норм да ровно понятно да ровно понятно несмотря на то что разваливаться на две части но это две части смысловые разные это ок да здесь ок да здесь тоже ок здесь тоже ништяк ништяк ну как где у нас там элемент навигации а вот здесь элемент навигации смотри вот эти вот лево-право ты сделай его в этом стиле они у тебя чтобы были короче говоря в одном стиле все было вот пятерка с минусом семян лебедев курсовая дальше так Странный highlight такой, почему ток на стене и здесь косяк. Это фиксить надо, потом вот это ок, вот это ок, вот это развалилось на две части, это надо фиксить. Короче, неудобно, когда навигация у тебя слишком далеко друг от друга. Окей. Кирилл, одни хорошисты и отличники. Да это у меня просто маленечко видоизменилась видимо система оценивания. Вот, надо ее динаминировать, вернуться к тройкам, вернуться к пятеркам, четверкам, тройкам точнее. Так, что это у нас? Ну, 4 с плюсом за вот эту вот тему на главном экране. Что это у нас? Промо-страница, да, 4 с плюсом. Кирилл, по-моему, вообще на каждый мой вебинар заглядывает. Как у тебя дела? Напиши. Так, free age. Много места, мало места из баланса. Здесь ништяк. Здесь провалилось. Лучше б ты не ноги показал. Здесь, ну, в целом норм. Короче, здесь поразвалилось все, потому что здесь вот этот маленький. 4 с плюсом. Ай, блин. Не сложно улучшить эту работу совершенно, но просто косяки такие банальные. Вот здесь, я еще один какой grund. Ай, блин. Так, не видно совершенно кнопку, не активные вот такие кнопки, можно было лучше сделать более темный черный интерфейс, чем серый, потому что мрачно. Так, сюда надо было смотреть, да, стало лучше, вот это как бы фоном, но тебе надо показать, что это фоном, можно заградиентить вот эту вот часть, но лучше стало. Так, пять с минусом, и Android App остался. О, прикольно, это пятерка. Так, кто еще на разбор, еще два человека, я уже вообще жопа квадратная у меня, ребята, но на самом деле у вас попа еще более квадратная, чем у меня, поэтому я продолжаю херачить в знак уважения. О, все, вот это вот смотрим. Да, ништяк, все ровно пятеркам. Казановский. Так. За рыжий макет пять, что ли? Нет, ты что? Павел Лебедев, да? Сейчас, подожди, вернемся. Промо-страница. Мобилки. Ладно, давай вернемся сейчас. А, вот этот, да, ну да. А что тебе не нравится? Нормальный макет. Так, дальше едем. Не, нафигачено, нафигачено. Серый не активный. Дальше вот мелко и жирно. Потом вот здесь более-менее нормально, но контраст слабый. Ну, это у нас четыре плюс. Четыре плюс. Главный каталог карточка. Best Russian Designers of... Мало, мало, мало места, баланса нет. Ну, зато вот эта вот вот часть прям кого-то сверстана. Очень здорово. Обрезано плохо. Отступов нет. Вот это ништяк, ништяк, ништяк. Это тоже офигенненько. Так, ладно, дальше каталог. Ну, а что, каталог нормально все, каталог одинаковый. Да, тут тоже ништяк, пятерка с минусом. Так, дальше. Не находите сходства. Вот, вот. здесь прилипло. Эндролиняш, ладно, нормальный. Что же? Здесь баланс композиции. Да, это мебель ништяк, паттерн ништяк. Откуда вот это вот взялось. Откуда вот такой здоровенный отступ? Он должен быть меньше. Короче, это у нас идет на на четверку с плюсом за мелкие, но врубые ксики. И курсач, да, у нас остался еще. А, помню, помню. Так. Ок. Главный экран. Так. Все такие планеты кривые. Вот это, да, я понимаю. А вот здесь? Почему такой горизонт? Ты же мог тупо кругом вырезать и все. Что за хрень тут? Минус. На чем полетим? Так. Шаттл Звездных войн. Так, нашел чувачков каких-то. Они тут как бы не особо в стилистике вообще. Ну, зато вот это вот все остальное прикольно. сражен в сердце космонавтикой. Да, прикольно. Почему не в якоре? Сделай в якоре. Вот, например, здесь. Или, например, здесь. Фу. Фу. Нет. Раз мы на земле, значит, здесь должна быть четкая, наверное, спутняя выковая карта. И не такая банальная форма. И не такая серь. В смысле, серого много, да? Давай, пили. Четыре с плюсом. Так. Ну, в целом, у тебя классный результат по окончанию. Да? Да. Отличный результат. Ты молодец. Постарался. Так. И Михаил Филиппов. Запердохал кучу работ. Миша, ты серьезно вот это вот? Я же тебя просил, прикрепи, пожалуйста, документом. Просил же я. Прикрепи, пожалуйста, через документ. Это делается вот так вот. Хирак, документ. Выбираешь тут какой-нибудь документ. И все. Ой. Ну, блин. Видишь, как плохо получается по качеству? Все размыто. Чего? Где документы, Миша? Где ты так делал? Где документы? Может, здесь? О-о-о. Е-е. Аллилуйя, брат. Я нашел. Так. Че, куда смотреть-то? Час назад, наверное, вот это вот. Твои поздние, да? Это сегодня. Это... В смысле, раннее. Вот это. Окей, поехали смотреть. Так. Веб-дизайн. Смотреть взаимодействие. Все так по гайдам. Айос не сделал. Прикольно. Презентация слабая. Но зато внутри все более-менее нормально. Но вот здесь с отступами. Мелко. Мало. Здесь много. Э-э-э-э-э-э. 4 с плюсом. И шрифт банальный, да, для заголовка. Так. Михаил. Липов. Э-э-э-э-э-э. а вот сам первый так 4 с плюсом дальше андроид куда смотреть на вторую загрузку так метры 2 тынь есть много значит здесь слишком высоко все сдвинуто визуальный центр композиции он здесь выше чем центр может быть наверное по центру или чуть ниже логичнее так здесь прилипло все остальное нормальным зачем вот это классный вот это только в макете ты не делай лучше вот такой банальный аватар сделал живого человека вот это тоже 4 с плюсом так 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 Где у тебя поля вообще? Куда они делись? Отступы. Здесь косячный, здесь косячный, здесь косячный, здесь косячный. Кегли много разных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Иконки в одном стиле. Значит, дальше. Ну, слишком такой большой перегруз. По карточке можно было сделать проще. Цифры здесь не нужны, скорее всего. Так понятно, что зачем следует. Завтрак, второй завтрак, полдник и так далее. Вот это. Ну, в целом прикольно, только ты обрезал эти гантели, ее еще смысл потерялся. То ли он на брусьях, то ли он с гантелями. А, он на самом деле, да, я понял, что за тренажер. Да, видишь, какой тупняк. Развалилась по центру. Ну, короче, это у нас трой бан. Но с плюсом. Так. Курсовая, да? И... все? Походу. Все. Ну, что, да, Михаил, да, надо было тебе поработать-то усерднее, потому что получились результаты слабые и не наделал. Но, смотри, если тебе интересно дальше развиваться, рекомендую. Так, чего у нас, лейдла нету. Ну, а на этом интересном месте я делаю перерыв. А дальше я вернусь минут через две и мы продолжим. Сейчас. Установлю. Все. В общем, я здесь. В общем, я поехал. Продолжение следует... 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 А, ну и была вчера. Отлично. Настя Федорова. Мастер-группа биржи. Поздравляем. Так, Катерина Брашкина. Вчера разобрались. Так, Катя Иванова. Терри не отчистована. Отвалился. Дмитрий Зорин у нас уже в мастер-группе биржи. Сергей Новиков. Отвалился. Алена Тимофеева. Мастер-группа. Но пока не биржи. Вчера мы решили. Дмитрий Казановский. Мастер-группа биржи. Глеб. Вчера решили. Катя Шишкова. Одна оценка. Непонятно. Семен Лебедев. Мастер-группа биржи. Ура. Урашечки. Поздравляю. Андрей Китайгора. Мастер-группа биржи пока нет. Потом Оля Газизова. Вчера решили. Екатерина Гракова. Вчера решили. Виктория Хроменкова. Не отчистована. Никита Носков. Решили вчера. Мастер-группа Павел Наумов. Мастер-группа биржи. Юлия Иванова. Так уже везде есть. И Екатерина Грингорьева. Мастер-группа биржи. Круто. Ну что, девчонки и ребятки, я вас поздравляю. Я вас реально поздравляю с окончанием этой жести, с окончанием этого интенсива. Я не знаю, как это можно назвать. Пахота. Момент, который разделяет вашу жизнь на дой-босли. На эмоциональные взлеты и падения. Моменты дичайшего вдохновения и точно такого же разочарования. Эмоциональные качели. Вот. Добро пожаловать. Готов пожать руку. Очень круто. Спасибо большое вам за вашу работу. Спасибо большое еще раз кураторам за то, что прям вкладывались в вас на протяжении всего курса, отвечали на ваши вопросы, поддерживали вас, делали видеоразборы. Хотя они не должны этого делать. Ну, то есть, это не является обязательной задачей для кураторов. Алексею дважды большое спасибо за то, что он в вас вкладывался. Вклад студентов для нас первичен. И, ну, как бы это для нас основной фокус. Мы уже выпустили больше восьмисотен человек. Я считаю, это офигенный результат. Это, ну, наш формат не массовый, тем не менее. У нас такой более бутиковый формат, но зато с большим вниманием каждому человеку. То есть, в других курсах вы такого внимания вряд ли найдете. Они больше похожи на конвейер. И это, кстати, тоже хорошо, потому что, когда вы другие курсы проходите, вы должны все равно брать от них максимум. И это как раз для вас будет тренировка, да, самостоятельная работа. У нас здесь немного по-другому выстроена система мотивации. У нас здесь заданы четкие рамки. Очень большой загруз. И, как бы, вы не можете сдвинуться куда-то от этих рамок. Вы хотите, не хотите, вам все равно приходится делать через боль, там, через слезы. Зато потом на вас начинают раскачивать на более какие-то сильные, позитивные эмоции. И вот сейчас, мне кажется, это именно такой момент настал. Момент благодарности. Поблагодарите, пожалуйста, в первую очередь себя лично за то, что вы прошли этот курс до конца. И я вам рекомендую устроить себе подарок в виде отдыха. Взять неделю отдохнуть. Если кто-то работает, возьмите отпуск там на один-два дня. Там, вместе с выходными у вас получится нормально. Возьмите, сходите в спа. Возьмите, съездите на, не знаю, там, на лыжах. Покатайтесь, наверное, на лыжку, на сноуборде. У кого там что есть в городе доступного, возьмите развлекуху какую-то. Ну, в общем, порадуйте себя. Отметьте этот день сегодня. Желательно без алкоголя, чтобы завтра у вас был тоже бодрый и хороший здоровый день. Вот. Ну, а сейчас, ребята, я вас буду добавлять в чаты выпускников и чат-мастер-группы. Хочу это сделать, не откладывая на потом. Но для того, чтобы это случилось, добавьте меня, пожалуйста, в друзья, кто еще не добавил. Вот ссылка на мой профиль. Потому что я не смогу вас добавить в чат, если вы у меня не в друзьях. Поэтому добавьте обязательно. Еще раз повторяю, добавьте меня в друзья, иначе я вас не добавлю в чат. И я еще напишу инструкции по поводу того, как попасть в закрытую группу ВКонтакте мастер-группы. Сейчас покажу. Вот у нас есть группа закрытая. Здесь есть определенные бонусы, типа лайков на ваши работы, типа обратной связи, которую вы можете получить. И плюс у нас еще есть чат. Чего там они делают сейчас в чате? Ждут? Не ждут? И вот мастер-группы. Тут, как обычно, обсуждения, поддержка. Могут быть иногда споры, но чаще всего больше поддержки. И есть у нас чат выпускников. Это для всех, кто закончил курс. Вот. Добавляйтесь. В смысле сейчас добавлю. И я вам еще напишу инструктаж, как попасть в биржу для тех, кто попал. Чего дальше? Дальше. Значит, вот здесь. Проставьте, пожалуйста, сами. Есть ли у вас вообще доступ к этим ячейкам? Проставьте сами оценки. В смысле не оценки, а наличие работы. Если у вас работа это выполнена, просто ставьте единичку. И все. И у вас система посчитает, даст вам балл за наличие работы. Я еще сам потом перепроверю. И еще система считает, сколько вот здесь вот у вас и каких оценок. Это все отражено в статистике достижений. Вот. У нас видно, сколько, сколько каких оценок. Ну, примерно такой же, на самом деле, результат, как у предыдущего курса потока. Я думал, лучше будет, но не особо. 62 пятерки у нас. 62 пятерки из общего количества сданных работ. То есть все, которые получили оценку из 151 работы. Это у нас, сейчас посчитаем. 62 разделить на 151. 41 процент. Это наш средний результат, который мы получаем уже из года в год. Вот. За что Алексею отдельное спасибо. Очень круто. Ну, обычно, типа, от 30 до 40 процентов у нас такой слабоватый результат. 40-50 хороший результат. А от 50 процентов и выше. Там просто единичные случаи у нас были, когда мы так достигали. Это прям вообще. Это просто праздник. Короче, и вот здесь в опыте вы получаете баллы за вот эти оценки. Видите? В смысле, за сам факт наличия оценки и за саму оценку вы еще получаете. Круто, да? И у вас пересчитывается ваша стата. И еще, значит, в среду, в среду, наверное, да, Наташа Гаврилова. Продюсер или менеджер этого курса, она анонсирует результаты победителей. Значит, сразу скажу, что у нас будет не три места, как обычно, а пять мест. Пять крутятских чуваков получат подарки от нас. Какие подарки вы еще узнаете? Среда. И дальше у нас есть командные достижения. За командные достижения мы награждаем кураторов. Здесь три самых крутых куратора получат тоже подарки от нас в качестве личной благодарности от меня. Команды, у которых опыта больше, в смысле, самый большой показатель среднего опыта на команду. Ну вот. Ну что, я вроде ничего не забыл. Значит, вам еще предстоит сделать одну задачу. Желательно сделать это сегодня. написать ваш, ну как сказать, сделать некую ретроспективу, что с вами было на протяжении интенсива, и написать эту ретроспективу сюда, в отзывы. Значит, куда писать? Пишите сюда, в топик. Желательно сделать вот прям основные выводы, да, чему вы научились реально, что у вас не получалось, что у нас было на курсе хорошо, что, по вашему мнению, было не очень. Ну и, конечно, я бы поблагодарил тренера и поблагодарил бы организаторов. Собственно, на этом я трансляцию заканчиваю. Сейчас, после трансляции, буду вместе с вами на обсуждении в чате выпускников, в мастер-группе. Мы вас там встретим, и вам будет приятно. Ну все, всем пока, всем спасибо.